Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашем выпуске. Эстафета открытий. В столице республики введены в эксплуатацию сразу три детских сада. А за окном, то дождь, то снег, метеорологи не обещают стабильной погоды. Ограничить продажу. В прокуратуре республики состоялся круглый стол по проблемам торговли с нюсами. В столице республики открылись сразу три детских сада. Это более 500 новых дошкольных мест. Какие условия создают для малышей и их родителей, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. И каждому разрежьте ленточку. Каждому. Чтобы всем лента досталось. Это настоящая эстафета открытий, старт которой дали в микрорайоне Садовой. За один день сразу три торжественные церемонии. Так завершается первый этап национального проекта, задача которого развивать дошкольное образование в стране. Это уже четвертый по счету детский сад, возведенный в самом густонаселенном районе столицы региона. В Садовом этого дня ждали многие семьи. Ко дню открытия в группах ни одного свободного места. В числе 240 юных новоселов и Ксюша Максимова. Очень рады. Наконец-то пойдем в садик старший. Ты у меня хоть первый корпус. Получается, что матч попал сюда, в третий корпус. В день открытия детского сада у ребят кулинарные мастер-классы. В одной из групп дошколята приготовили фруктовые фреши. Полезный сок. Да. Угостить главу региона ребята уже на правах заботливых хозяев были готовы не только соками. Приготовите. Дети. Вот так. Спасибо. Чем сегодня нас угощать будешь? По вареннику. По вареннику. Вареннику. Играйте. Мастер-классы по приготовлению блюд сегодня проводят и для мам дошколят. В детском саду благодаря необычным рецептам шеф-повара изюминкой меню стали творожные сырники и запеканки. Елена, что мы будем сейчас с вами подготавливать? Сначала мы берем творог. Протираем через сет. На производстве мы используем протирочную машину. Очень современное оборудование. Современные стандарты в обучении малышей. В детском саду оборудовали лего-студию, кабинет логопеда, спортивный зал и бассейн. После занятий крепкий и здоровый сон. Спальные комнаты для мальчиков и девочек раздельные. Такая планировка принимается впервые. Я думаю, что это позволит, наверное, чувствовать себя более уверенно нашим детишкам. Это третий наш корпус. К нам наш детский сад будет посещать более тысячи детей. Это очень здорово. На развитие дошкольного образования в бюджете региона заложены многомиллионные суммы, отметил глава республики. Вот и в Садовом в следующем году начнется строительство еще одного детского сада и школы. А очереди еще почти 700 детей остается. Нам надо еще построить не менее трех детских садов. Детских садов. Поэтому в 2020 году еще начинаем. В плане мероприятий нашей республиканской программы есть. Сегодня же детские сады были открыты в микрорайонах Новый город и Кувшинка. Среди новоселов Кроши более 150 ребят. В образовательной программе для дошколят и уроке актерского мастерства. Вот этот детский сад на Кувшинке тетральный. Я бы тоже сюда привел своих внуков даже, чтобы посмотрели. Интересно. Мне кажется, что лучшие детские сады у нас в Чебоксарах. До конца этого года в столице региона должны открыться еще три новых детских сада. Почти на 500 мест. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика. Уже по традиции в канун Нового года в Доме правительства вручали государственные награды. Награды вручили тем, кто трудится на земле, работает на производстве, лечит людей, воспитывает и учит детей, строит дома, обеспечивает их светом, водой и теплом. Трудовой стаж Евгения Тертышного в строительстве больше 43 лет. В 2006 году он стал почетным гражданином города Чебоксары. Теперь и Чувашской республики. Вводили дом мод, например, и тогда для того, чтобы сделать там десятка, два, три квадратных метра мраморного пола, москвичей звали. И вот тогда поставили цель создать организацию высококачественной отделки, в том числе камнеобработки. Потом изучали опыт всей России, отдельных городов, и через 8 лет мы все-таки решили эту проблему. Ольга Шишова – учитель и логопед в одном из детских садов Новочебоксарска. А еще мама семерых детей. Сегодня и вручили знак материнской славы Чувашской республики «Оне». Выражаю свою глубокую признательность за вашу отеческую заботу о детях и семьях нашей республики. Желаю, чтобы Чувашия обогащалась большими, крепкими и дружными семьями. В общей сложности награды сегодня получили более 60 жителей республики. Ну а погодные условия в Чувашии по-прежнему неблагоприятны. Из-за ледяного дождя в Чебоксарах принято решение отменить 25 декабря занятия в школах. Ледяная корка образовалась на дорогах, тротуарах, контактной сети транспорта. Вот такая картина наблюдалась сегодня на Морпосадском шоссе в Чебоксарах. Работу транспорта столичная администрация держит на контроле. Не выдерживают веса наледи и деревья. Жителям не рекомендуют ставить автомобили рядом с кронами. Еще одно явление, совсем не характерное для зимы – радуга. Ее сегодня наблюдали жители Цивильского и Моринско-Посадского районов. Резко возросло и число аварий. Только за вчерашний день произошло 34 ДТП, в которых пострадали 6 человек. 4 из них – пешеходы. Дорожные службы работают в усиленном режиме. На дороге выведено 67 машин и 127 рабочих. За ситуацией во дворах следят более 1300 рабочих. Используется 80 единиц техники. По сообщениям синоптиков, в ближайшие дни ситуация только ухудшится. Осадки не прекратятся, а температура понизится до минус 7. В Чебоксарах из-за ледяного дождя и сильной гололедицы 25 декабря меняется режим работы в школах. В начальных классах отменяются занятия, сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Ученики средних и старших классов пойдут в школу по усмотрению родителей. Ну вот такая погода и отсутствие снега не отменяет новогоднюю подготовку. В детских садах уже начались утренники. Основными площадками праздника 31 декабря в Чебоксарах станут парк Амазония, Дорис с паркой и площадка перед торговым домом Шапашкар. Что касается новогодних каникул, праздничную программу подготовили театры, музеи, библиотеки республики. Насколько все эти объекты безопасны для массовых мероприятий, на днях проверили сотрудники МЧС. Об итогах рассказали журналистам. В список объектов, имеющих нарушение пожарной безопасности, по итогам операции «Новый год» был включен театр оперы и балетов. Накануне спасатели провели там учебную тренировку, проверив готовность подразделений и администрации театра к чрезвычайным ситуациям. Здесь запланированы десятки новогодних елок и праздничных встреч. Центров массового пребывания людей в эти праздники в Чувашии всего 785. Подсчитали специалисты. И пока 88 из них имеют предписание. Однако и те не критичны. Эти нарушения, скажем так, не застарелы, они появляются. Где-то нарушена работоспособность сигнализации определенных, когда и системы обеспечения безопасности где-то захламлены. Пути эвакуации – это основные нарушения, которые существуют. Допустим, мы были в театре оперы и балета и проводили там учения по тушению крупного пожара. Там тоже выявлен был ряд нарушений. И они связаны с огнезащитной обработкой как сценической части, так и различных конструктивных элементов этого здания. Но директор нас заверил, что все он сделает, сделал и сделает. Нам необходимо было показать только акты, что вот эта работа проведена. Чтобы обезопасить гаражам, в Чебоксарах определили список торговых точек, где легально продают пиротехнику. Для запуска фейерверков в Чебоксарах отвели 55 площадок, а в Новочебоксарске только две. Когда индивидуально в огороде кто-то стрелялся и сам посмотрел, и все, и фейерверк закончился. Когда же массово люди выходят в одно место, и когда по очереди начинают стрелять, праздник превращается в эффектное шоу. Раз вы говорите, вас интересует, почему всего две в Новочебоксарске, ну, возможно, мы еще поработаем с администрацией, чтобы она определила дополнительные площадки. В столице Чувашии в новогодние праздники усилят меры безопасности и организуют пропускной режим в местах массового нахождения людей. Ирина Волкова, Бахтияр Велиев, Республика. Теперь к теме так называемых снюсов по всей стране. Сейчас идет кампания по запрещению их оборотов торговли. Круглый стол прошел сегодня в прокуратуре Чувашии. С виду обычные постелки таят в себе угрозу здоровью. Специалисты предостерегают в зоне риска дети и подростки. За неотложной помощью с начала года обратились более 20 человек. Большинство несовершеннолетние, попробовавшие лакомство на вкус. Если ребенок весит от 40 до 60 килограммов, то доза, которая в сегодняшних снюсах имеется, она является для него смертельной. Но снюсы оставляют рубец на состояние здоровья и на качество жизни в будущем. Тревогу бьют учителя нескольких городов республики. Факты выявления в школах и Цивильска, 2-й школы, и Чебоксарска, город Чебоксары, в 6 школах 14 подростков, вызывают тревогу, что 7-12-13 лет. Представители органов власти, силовых структур, медики выдвигали разные предложения. Можно это запретить нашим законам, законам республики. Но я знаю и все мы знаем, что на уровне Российской Федерации тоже готовятся поправки федеральной закона. Особенность специалистов тревожит, что смеси есть в свободном доступе. Заказ можно оформить и с доставкой на дом, причем без каких-либо ограничений. Слушайте, тут такое дело, у меня просто паспорта нет, студент, а как-то можно купить? А куда нужно? Участники круглого стола предложили блокировать такие сайты. Активно в этом должны работать каждый курорт. Почему? Потому что каждый день сайты обновляются, появляются новые и новые сайты. То есть ситуацию мониторить каждый день. И самое основное, это, наверное, профилактика. Это в школах, институтах, техникумах с привлечением, особенно врачей и специалистов. Сейчас в республике реализация снюсов ограничена лишь возрастом покупателей от 18+. Как временный вариант рассматривается приостановка продажи данной продукции. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Борис Андреев. Республика. Но декларированием намерений дело не ограничилось, и органы власти и прокуроры уже предприняли определенные шаги. Решение нестандартных случаев, как случаи, которые мы имеем с данными препаратами, так называемыми, снюсами, имеет возможность решения только в рамках комплексного подхода. Единой командной работы представителей органов исполнительной власти и правоохранительных органов прокуратуры республики. В первую очередь, поэтому мы видим ответственный подход всех представителей, всех организаций. На текущий момент Минэкономразвитие в рамках комплексных мероприятий, осуществляя общую координацию работы торговой сети, дало уже соответствующее указание воздержаться и приостановить продажу данного вида изделий, которые приводят к существенным негативным последствиям здоровью наших детей. На текущий момент уже те сети, которые работали, уже отказались. Отдельные торговые точки, которые сейчас работают, мы будем в режиме мониторинга отслеживать совместно с муниципалитетами и решать проблемы. Надо отметить, что республика, органы исполнительной власти и правоохранительные органы имеют уже опыт подобной работы с аналогичными ситуациями. Пример можно привести так называемые фанфурики, которые тоже были определенным бедствием. И есть и другие также случаи, когда республика качественно отрабатывала совместно с правоохранительными органами, с прокуратурой, быстро, качественно решала, не доводя дело до каких-то ситуаций с фатальными исходами. Дороги в республике Технически содержать их сложнее. Автодорога Чебоксары-Сурская – яркий тому пример. В процессе содержания этого участка дороги, там это 149-й километр и 166-й километр, километр и полкилометра воды, которые сливались с дороги, размыли земляное полотно. На 149-м километре дороги у села Порецкое заменили металлические ограждения, укрепили земляное полотно и установили водоотводные устройства на обочинах. Сложнее дело обстояло с участком дороги в селе Раздольное. Вода здесь практически разрушила переезд через речку Каля. Оползни, образовавшиеся из-за ливневых и внутренних вод, повредили земляное полотно и асфальт. Помимо укладки нового дорожного покрытия, здесь проложили новые трубы и отремонтировали часть старых. Также установили водоотводные устройства на обочинах. В саму проезжую часть и обочины расширили. Обновленные объекты были возвращены в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Общая стоимость работ на двух участках составила 73,5 миллиона рублей. Средства были предусмотрены в республиканском и федеральном бюджетах. Богдана Дойникова, Валерий Визюков, Республика. Подари игрушку другу. Эта предновогодняя акция традиционно проходит в Чебоксарах. Целый месяц все неравнодушные люди приносят игрушки в Центр развития дошкольного образования, чтобы на благотворительных елках было достаточно подарков. Первая елка прошла во Дворце детского и юношеского творчества. Снежинки и снеговики, гномы и мушкетеры, принцы и принцессы, жители леса и даже супергерои. Кого только не было на представлении. Более двухсот детей из многодетных семей столицы Чувашии посетили Королевский бал. За основу сценария взяли сказку «Щелкунчик». Только мышиный король стал королевой. Образ мышильды воплотила Ольга Михайлова. Она уже 10 лет участвует в представлениях Дворца творчества. Но такая роль ей досталась впервые. Снегурочку сыграть легко, просто иметь ласковый голос, красивую внешность. А отрицательную персонажу надо иметь какую-то харизму создать, образ именно. И владеть голосом. И злого! Стать красивой, доброй мышкой. Видно улыбки детей на лицах. Им нравится вот это перевоплощение, что зло все-таки было наказано и превратилось в добро. Что вышла такая красивая мышка беленькая. Несмотря на то, что персонаж Ольге всем понравился, все же каждый с нетерпением ждал главного волшебника Деда Мороза. С Новым годом вас, дети, жили! Будьте счастливы, друзья! В семье с красивой фамилией Рай пятеро детей. Самый младший сын Ваня очень хотел поделиться восторгом от «Ёлки» со съемочной группой. Но не так давно научился разговаривать. Так что за него отвечал старший брат Артем. Мне сегодня «Ёлка» очень понравилась. И тем, что такие классные герои, что такой, можно сказать, классный сценарий самой «Ёлки». Сестра мальчиков Тася сегодня в образе Мальвины. Самое главное на «Ёлке» – встретить Деда Мороза и загадать желание. Я сегодня загадала желание, чтобы все были счастливы. Сузы по лицам детей Тасяна желание уже исполнилось, а праздник продолжился представлением в погоне за Лариской или Крысиной Переполох. Зрители отправились в путешествие по тем сказкам, в которых задействованы символы предстоящего года. И, конечно, ни один из маленьких зрителей не ушел без новогодних подарков, как сладких, так и мягких. Последние собраны благодаря акции «Подари игрушку другу». Юлия Важенина, Борис Андреев, «Республика». Сразу после новостей интересная и полезная информация о перспективах воздушной гавани Чебоксара. Я прощаюсь с вами. Будьте осторожны на улицах. 390 тысяч человек обслужил Чебоксарский аэропорт в 2019 году. И это максимум за 57 лет работы в воздушной гавани. В планах на 2020-й перешагнуть порог в 400 тысяч пассажиров. А это заявка на попадание в топ-50 аэропортов страны. Летать можно будет по тем же направлениям, как и в этом году. На некоторых увеличат количество рейсов. У нас будет Сочи увеличено. Уже летняя программа у нас вся сверстана сейчас. Сочи будет три раза в неделю. Пассажиры и жители республики могут улетать. Ну, Питер, вы уже знаете, увеличен. Сейчас уже тоже три раза в неделю выполняется. Москва три раза в день. Это уже подтвержденные слоты, о которых мы можем говорить. Симферополь два раза в неделю разными компаниями. Ну и традиционная Анталия. Еще одна серьезная задача на следующий год. Масштабная реконструкция и полное переоснащение аэровокзала. Причем без остановок в работе. Проект разработал профильный авиационный институт из Санкт-Петербурга. На данный момент есть несколько вариантов фасада. Выбрать лучший предстоит жителям республики. Было принято решение совместно с акционерами. Акционеры сказали однозначно, нужно показать людям и провести публичное голосование. Обозрение мы предоставим. Четыре варианта фасада. Запланировано обновление зоны регистрации пассажиров, приема и выдачи багажа, зоны прилета, зала повышенной комфортности, зал ожидания и многое другое. Кроме того, планируется приобретение множества технических устройств для увеличения пропускной способности. Впрочем, до начала реконструкции предстоит решить еще один вопрос. Ранее земельный участок, на котором расположен аэропорт, был в федеральной собственности. Сейчас он передан республике. Когда аэропорт получит землю в аренду, можно будет отдавать проект реконструкции на государственную экспертизу. По подсчетам руководства аэропорта, это произойдет в феврале следующего года, сами строительные работы должны начаться будущим летом. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин